Так куда же потратить все эти деньги? Футболисты выбирают дома. Показная роскошь, золотые канделябры – все дорого-богато. Но от них не отстают и наши селебы. Правда, вкусы звезд подверглись жесткой критике от итальянского дизайнера Сильвии Фарментин. Многие из наших артистов не гонятся за модными тенденциями в интерьерах. Довольствуются пресловутым главное удобство и уют. Однако в Европе и США дизайнеры все время в поисках нового. Но выбирают концептуализм лишь единицы. Стиль контемпорари или стиль фьюжн – они между собой имеют небольшие отличия. Но, например, фьюжн – это огромное чистое пространство, немножечко опирающееся, может быть, где-то на минимализм своими объемами. Потому что минимализм тоже требует больших пространств. Но в нем сложно жить, потому что он требует также безукоризненного содержания. Подобные точки зрения придерживаются и наши гости из Италии. В Казахстане дизайн интерьера не особо отличается от европейского, потому что все материалы и мебель одинаковы по всей планете. Но при этом я лично видела интерьеры с казахским колоритом. У вас еще смешивается и наследие из СССР. Так получается своеобразный интерьер. Но, как оказалось, нет ничего моднее классики. Можно много говорить о том, что есть постоянный запрос на модерн. Однако классический стиль всегда будет актуален. Например, дорогие виллы и усадьбы до сих пор украшают самые большие люстры. Они никогда не уйдут из моды. Главное их подбирать со вкусом. Дизайнер интерьера всегда находится под сильнейшим влиянием мира моды. И ее отлично чувствуют именно молодые казахстанцы. Они все новое очень органично вносят в свои интерьеры, то есть детали. То есть они очень четко чувствуют моду и стиль. Иногда даже у них это чувство бывает более развитым, нежели у учителей, скажем, старой советской школы. Не зря говорят, что дом – это отражение нашей жизни. И как мы его украшаем, так мы относимся и к жизни.